Ежегодно в России проходит один из самых престижных педагогических конкурсов «Мой лучший урок», который организован некоммерческой организацией, благотворительным фондом наследия Менделеева и многими другими при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Конкурс проводится в нескольких кластерах, первый из которых гуманитарный прошел в начале декабря 2017 года. Участие в его финальном туре в Москве приняли сразу два педагога Славянского района. Преподаватель английского языка школы номер 28 станицы Анастасиевской Наталья Наточий по итогам состязания заняла второе место. А вот учитель музыки из лицея номер 4 Славянска-на-Кубани Ирина Неволина в своей группе стала обладателем первого приза. Мы пообщались с победительницей конкурса педагогического мастерства. Ирину Яковлевну Неволину знают многие славянцы. Свой любимый предмет – музыку она преподает уже 40 лет. Но опыт и стаж она не считает поводом успокаиваться и постоянно стремится к новым вершинам. Потому участие в конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок» – это закономерность. Было очень два серьезных мотива. Первый мотив, прежде всего, связан со мной. Я не могу сидеть просто так. Я всегда должна быть в гуще событий, на гребне волны. И второе. Исполнился ровно год, как я пришла работать учителем музыки в трудовой коллективе лицея номер 4. И вот мне бы хотелось привнести свою собственную победу именно лицею. То есть не со своими старыми заслугами, орденами, медалями, а что-то сделать как учитель 4-го лицея. На конкурсе была представлена широкая география участников. 120 преподавателей, 40 из которых учителя музыки составили конкуренцию Ирине Яковлевне. Но ей было чем поразить жюри. У меня есть авторская технология. Она называется «Музыкально-педагогическая технология эмоционального погружения и сгущения информации». Это я презентовала свое, показывала, как работает она на уроках музыки. Получила сертификат презентации. Ну и показывала урок, открытый урок, который у меня был на самом деле в Анастасийской школе, на чужих детях, в пятом классе, в игровой форме, брейн-ринг музыкальный. Кроме самого конкурса, для участников была разработана серьезная обучающая и познавательная программа с посещением лучших московских школ и лекциями самых известных педагогов страны. Много привезла домой и теоретических идей, и подтверждения какой-то. Вот работали с нами педагоги великие, поэтому слышать еще раз их, и привезти книги, их свежие, это дорогого стоит. Ну и учителя, конечно, были все очень интересные. Конкурс продолжался семь дней, каждый из которых с раннего утра и до позднего вечера был заполнен мероприятиями. Времени на передышку участникам организаторы не оставили. А о своей победе Ирина Яковлевна узнала уже в дороге. Мы опаздывали на самолет, затянулось очень интересное было закрытие, и нам надо было выезжать, и мы с коллегой из Анастасиевской школы быстро забрали документы, и я в пути, уже в метро, открыв свои документы, узнала, что я стала победителем. Конечно, цель была поставлена, я очень на это надеялась, но до последнего момента сомнения были, хотя все говорят, мы не сомневались, такая реакция, а я сомневалась, конечно. Ну, ответственный конкурс. Не успел завершиться один конкурс, а Ирина Неволина уже готовится к следующему. Одним из самых важных на данный момент она считает конкурс «Эврика», на который вместе со своей ученицей готовит интересный научный проект. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».